Добрый день. Добрый день. Рад Вас видеть. Вас как зовут? Меня зовут Михаил. Привет. Дело в том, что вот смотрел Ваше видео. Я уже забыл, что мы там говорили, писали вчера. Ну, написал я вам, вкратце свою историю описал, что вот я был в монастыре. Ну, ушел в монастырь, хотел стать монахом. Ну, все было хорошо до того времени, как патриарх встретился с Папой Римским. Вот. У нас два игумена было в монастыре. Ну, один настоятель, как бы главный, а другой благочинный, ну, то есть второй игумен. Вот. Ну, и начались недопонимания своего начала. Второй игумен, который благочинный, ну, пришел один раз к нам за трапезу, ну, и свое мнение высказал по поводу этой ситуации. Что вот так-так, нужно что-то, ну, принимать решение какое-то, потому что так продолжаться не может. Вот. Ну, конечно, монастырь тогда, ну, был такой переполох небольшой, и потом это вылилось в какое-то разделение на два лагеря. Получилось, что у нас всего там было четыре монаха, ну, которые именно священники, иеромонахи. Вот. То есть монастырь такой маленький был. Великая крокотка в Беларуси. Вот. Вот. И получается, что вот два иеромонаха, ну, точнее, там был один иеромонах и мирской священник жив в монастыре у нас. Вот. Они как бы сплотились, и они были одного мнения как бы против патриарха. А два других, они были, один был такой, ну, такой более, ну, у него был спокойный взгляд на эти вещи. А другой начал так вот даже оскорблять этого благочинного. Вот. Получается, монастырь разделился на два лагеря. И моя совесть лично мне подсказывала, что, ну, игумен, который был против патриарха, он, в принципе, прав. И это подтверждается, ну, теми вещами, которые сейчас происходят у нас в мире. Мы видим эти события, которые все сильнее и сильнее набирают обороты. Что эти экуметические связи, они все сильнее начинают происходить. Уже идут совместные молитвы, совместные какие-то, как бы так сказать, ну, представления, грубо говоря, сближения и так далее. Вот. Ну, и постепенно из-за этих раздоров, из-за этих недопониманий, вот. Ну, и вообще, по-божьему, так вот, промыслу получилось, что я ушел тоже из монастыря. Вот. И потихоньку, то есть, наш иеромонах тоже ушел и начал служить сам. То есть, он отписался от своего епископа. Ну, его запретили, конечно, сразу же, как он перестал поминать патриарха. И он потом, в конце концов, ушел, начал служить, как непоминающий священник. Вот. Ну, я с ним тоже об этом всем разговаривал. И начал ему свои... Ну, я потом начал углубляться в эту всю ситуацию и начал думать, что же делать. И вправду ли уходить с церкви или оставаться в церкви, пока что еще. И я понял, как бы, смотря по своему состоянию, потому что, как бы, я стараюсь вести христианскую жизнь. Я стараюсь, как бы, молиться, соблюдать заповеди по силам. То есть, от всего мирского, как бы, отдаляться. Вот. И то есть, как бы, люди, которые ведут жизнь, ну, такую христианскую, они все-таки чувствуют благодать Божию. Ну, вот, в молитвах, как говорит Игнатий Бринчининов, что слезы и плач, они, как бы, свидетельствуют о твоем пути. Если у тебя это есть, как бы, ты можешь об этом судить. Потому что у нас нет учителей. И вот плач, это, как бы, такой, как бы, маячок в твоей жизни. Как бы, на верном ты пути или нет. Вот. И кто ведет эту жизнь, тот, наверное, знает, что такое умиление, что такое без Бога, когда это бывает. Вот. И я так начал смотреть за собой. И я понял, что у меня пока что это есть еще. Вот тогда я начал смотреть, что же делать с церковью. Оставаться людям в ней или уже уходить, не поминать. И я вот понял, что, может быть, еще пока что рановато. Михаил, ну, если... Ну, в принципе, не раз говорил об этом. Если исторически проследить тысячелетнюю нашу историю, да, в нашей церкви русской. Вот. У нас за всю историю было всего 200 лет отрезок патриархального служения. Всего 200 лет патриархи были в церкви, понимаете. И неужели тут можно ссылаться на то, что Господь, учитывая патриарха, решает подавать или не подавать благодать свою церкви. Ну, я единственное склоняюсь к тому, что сегодня, опять же, нужно очень избирательно, ну, выбирать и подходить к священникам, да. То есть оценивать их, ну, не знаю, по плодам, Господь по плодам учит, да. Сегодня я, допустим, вижу, если я сам бресь, ну, по нем вообще просто у меня бы это самое... не могу. А если вижу бритого священника, сливающего бороду, да, я уже не пойду к нему причащаться. Ну, тоже. Ну, тоже, мне вот интересно, вот эти вот вещи, вот, тоже вот, знаете, вот эту вот, брить бороду, то есть не кажется ли вам, что это такие вещи, как бы, более второстепенные? Вот, например, у меня борода, то есть почему она у меня? Потому что я был в монастыре, как бы, ну, и вот волосы у меня длинные тоже. Я сейчас не вижу смысла встреч, для меня это бессмысленно, оно мне не мешает, я как красивая одежда. Люди выбирают красивую одежду, у их сердца своей внешностью сильно заинтересовано. Для меня это такие вещи, которые второстепенные. Это не второстепенные вещи, это как раз и есть вещи, которые открывают плоды человека. То есть живет человек по Амиру или по духу сегодня он живет. Возьмем еще 300 лет назад, времена Петра Первого. Мужикам, купцам, когда вышел закон стричь бороды, мужики от сцеданий выходили даже на улицы. Срам такой был, то есть это было мужское достоинство. Сегодня на Кавказе еще не везде, в городах, конечно, это уже не осталось. А в селах, в аулах это еще хорошо придерживается этой традиции, что мужчина должен иметь хотя бы усы. тем самым он отличается от женщины. Это первичный показатель с следованием за миром. Да, Господь сказал, не любите мир, а не того, что в мире. Вот это об этом выйдете, ежедневно вставать и скрести лицо свое. А для чего это, для чего спрашивается это дело? Если Господь дал мужчине бороду и в законе своем написал, что не стриги края бороды своей, для чего это Господь сказал. А за этим все, все остальное следует. Если от священника по ноге у него там, где же красиво, богатые кресты там, то уже стоит задуматься, что священника о мире больше заботиться. Стоит тоже по плодам оценивать как-то. Я вот, допустим, Господу помолюсь, Господь присылает священник. И как ни странно, присылает самого такого какого-нибудь и некодейства по мерзким меркам, да. И он там и рваный, и штопанный весь, и зашитый, и все такое. Ну да, в этом, конечно, есть соль. Просто сейчас в церкви очень сильно замывается истина. Знаете, сейчас трудно вообще говорить о чем-то таком более глубоком, что ли. Просто вот я еще был привержен Даниила Сысоева. Знаете, может, такого человека. Вот я подсчитываю. Как вы к нему относитесь? К Даниилу Сысоеву, который был убит в храме? Да, я думаю, слава Господу, Господь вовремя забрал. Ну, человек-реформатор такой он. Видимо, дел бы натворил больших бы он, конечно, если бы жил еще. А он ушел в свое время, я считаю. Он обличил мусульманство во всей его ереси. Вот, и на этом закончил свой жизненный путь. А больше от него ничего не требуется. Так, ну, по церкви, в принципе, понятно. Пока что лучше не торопиться, но быть на щеку, потому что появляются явные события, которые идут в таком русле крайне негативном. И вряд ли это остановится. Скорее всего, мне кажется, это и дойдет до... Кстати, я слышал слух, что вот сейчас вот на Пасху эту, сейчас вот ремонтируется это в Укле, реставрируется и наша Пасха совпадает с католической. И я слышал новость такую, что, скорее всего, может быть, будет сослужение Папы Римского с нашим Патриархом, то есть совместное служение, вот именно уже такая явная молитва на эту Пасху. Как будет, значит, тогда и все понятно. А что там? Тут уже вопросом больше не останется. Если это произойдет, конечно, большинство священников-то останутся за Патриархом, пойдут. А это уже понятно, что церковь пошла в раскол. Не знаю, тут с Господом надо иметь особое отношение, чтобы не пропустить это время, вот, ну, как бы. И не остаться там тоже, да. Потому что останешься лишнее время и, возможно, и затянет пучина какая-нибудь. Вот. Ну, тогда вот второй мой вопрос. Тоже очень у меня такой он был трудный. Много у меня с ним искушений было. Дело в том, что наш игумен благочинный, он отказался от всех документов, вообще от всех. И также в интернете есть такой человек, он очень духовный, ну, судя по его вот именно словам, даже если вот просто слушать его видео, то есть, бывает даже, ну, слезы текут. То есть, монах Глеб есть такой. Он тоже сказал, что он тоже отрекся от всех документов, когда еще был в монастыре, и ушел из монастыря жить в миру. Ему его духовные чады подарили квартиру, и он там, ну, так вот и живет. И ходит в монаши к храму. Вот. И вот я начал тоже интересоваться этими паспортами, долго смотрел про это все. Некоторые люди говорят, что все паспорт, там, карточка банковская, это уже все конец. То есть, я смотрю по своему состоянию. У меня есть сейчас и паспорт, кстати, там, кстати, есть вот у нас в белорусских паспортах, там, вверху, идентификационный номер написан. Ну, и там 16-значный код или что-то такое. Вот. В принципе, если бы это был уже этот документ, который закрывает врата райские. Я думаю, Господь бы уже со мной никаких отношений не имел. Я понимаю, что это плохо, что это идет все глобализации. Но почему эти люди, то есть вот тоже, как Даниил Сысоев говорил, откуда они взяли, что именно вот эти вот документы, которые у нас есть сейчас. Я понимаю, что да, ты принимаешь, может быть, паспорт, ты как бы поддерживаешь эту систему, как они говорят. тем самым ты принимаешь эту печать. Но в Писании ясно сказано, что эта печать будет, когда придет второй зверь, который будет предшествовать антихристу. Вот. То есть этого зверя мы пока что еще не видим. Вот. Вот. Если посмотреть, там все. Ересь, негатив, раскол. Там. То есть нет никакой такой нормальной информации. Именно что, как бы, такой успокоительной. Это все. Это все марсонские делишки. Я раньше заглядывал сейчас даже и туда, и если ссылки присылают, даже не смотрю. Вот смотри, подобное веяние идет еще приблизительно, я не знаю, реформа денег в 1927 году, по-моему, произошла, когда первое напечатали Ленина на деньгах. Вот. А с тех пор это идет. То есть люди отказывались даже брать в те времена деньги. И оставались люди до самых шестидесятых, семидесятых годов, которые не брали денег. Потому что там был вот на десятирублевых купюрах, потом на двадцатипятирублевых, на пятидесяти и на старублевых купюрах. Вот. Изображен Ленин. А они считали Ленина антихристом. То же самое происходило при Петре Первом, да. Вот. Они считали его антихристом. Потом. Я лично знаю бабулю одну. Она прожила 90 лет без паспорта. Вот. Которая еще и СССР старые паспорта. Вот. Всю жизнь тоже прожила. И оно уже идет в веянии. Смысл-то, смысл-то заключается как раз не в этих вот, ну, вещественных документах, а в том, что мы, ну, можем, а какой плод мы через них получаем, да. Это, а это, опять же, привязка. Привязка. Привязка к миру. Насколько мы привязаны. Вот. А, допустим, люди, в основном, в чем идет сегодня начертание, на чело-чело. Человека привязывают к кредитам, да. Ну, Америка, она давно уже привязана через эти документы. Через эти документы не сможешь ничего никак, ни кредит, никакой взять. А сегодня народ очень любит стяжательство, да. Он любит все новое. И через эти документы, как бы, мы живем спокойно в мире. Если отказываемся от документов, все, мы отпадаем от мира. К большому счету, конечно, это подвиг перед Богом. Если, если ты откажешься, уйдешь куда-то и будешь молиться где-то в пустыне, не знаю, в горах, в горах. Да, но извиняюсь, что переблю, но нужно четко вот разграничить эти документы, эти карточки, которые у нас есть сейчас. Это та печать, которая закрывает небеса. То есть, ИНН. Вот, допустим, вот у меня есть сайт на Ютубе, да. Он мне приносит, ну, доход. Он даст 170 долларов в месяц. То есть, так я, в основном, не зарабатываю ничем. Я сейчас деньги не получаю, потому что мне нужно, получается, открыть предпринимательство, чтобы эти деньги честно зарабатывать. То есть, если я не получаю ИН и не открываю предпринимательство и получаю эти деньги, да, получается, я законопреступник. То есть, я, получается, нарушаю заповеди Божьи. Господь тоже сказал, кесаря, давайте кесаря, а Божье – Божье. То есть, вот я не знаю, как у вас, вот вы рисуете иконы тоже, пишете. То есть, я не знаю, распространяется ли это, вот, ИН предпринимательство на эту деятельность. То есть, понимаете, можно от всего отказаться и, получается, и жить на чужой счет. Так же тоже нельзя. То есть, вот, и в этом плане нужно тоже как-то, ну, размерить это как-то так. Михаил, что такое печать? Ее вот не зря в народе печатью называют, да, хотя в откровении она называется начертанием. Вот. Почему ее, ну, почему ее вот так вот называют печатью? Потому что печать – это, ну, следственно, запечатывает что-то, да? Запечатывает. Вот. Человек становится тем сосудом, который однажды будет запечатан какой-то печатью. Вот. Но прежде чем запечатать этот сосуд, его надо сначала наполнить. Вот. А чем будет наполнен этот человек? Он будет наполнен привязкой к миру. Вот. Он будет полностью принадлежать миру, и он не сможет, ну, просто оторваться от него. Он будет, ему будут интересны те вещи, которые сегодня нам, как бы, предлагают компьютеры, технологии, телевизоры, да, супермаркеты и все прочее. Он ведь этого не сможет жить, он не сможет остаться. И тогда придет в мир человек, который скажет, что это мой мир, он мне принадлежит. Вот. И если вы хотите остаться со мной, примите вот эту печать. Впоследствии будут люди-киборги, да, у которых на мозг будет монтироваться определенное устройство, которое будет уже контролироваться, и также на руке, которой он будет расплачиваться там или совершать какие-то действия. Но на духовном уровне эта печать будет ставиться вот именно так же на правую руку и на чело, на мозг, на мозг человека, на сердце его. Вот. А если у тебя ее нет, этой печати на мозгу, на сердце твоем, на руке твоей, то ты сможешь легко в любой день просто, в любой день ты говоришь себе, эта квартира не маяет, машина не маяет, компьютер не моет, телевизор не моет. Ты просто выходишь из этого дома, захлопаешь дверь и все. И никуда уходишь. Тебе Господь показывает путь, направление и все. Да, вот это вот хорошее объяснение такое, что именно главное мое отношение, допустим, к этому сайту, который мне приносит денег. Он совершенно безразличный, я так понимаю, то есть мне не составляет оттуда отказаться от него. Конечно. Я даже если не думаю о нем, то у меня ничем не держит о мире. Конечно. Весь, проверяя себя каждый день на этом, привязан я к чему-либо или нет. Делал недавно ролик, я нарисовал наглядно бутылку, бутылка в ней как бы мир, весь мир, все привязки человека. А печать, начертание, она запечатывает эту бутылку, все. Человек уже не может отказаться от мирского, от этого. Это и есть начертание, оно как бы обоюдное и на умах, и вещественное, и духовное печать оно. А вот еще такой вопрос интересный тоже. Читал недавно послание к римлянам, восьмую главу. И прочитал там такие слова. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И мне вот стало интересно. То есть, я ощущаю иногда Бога, он рядом с собой по милости Божьей, когда он соизволяет до меня коснуться. То есть, я вот хотел узнать, как понять, что дух Христов во мне. То есть, вот я вспоминаю рассказ Серафима Саровского, точнее Матавилова, когда он к нему пришел. И Серафим Саровский ему явно показал, то есть, было это преображение. То есть, и тогда там Матавилов он тоже не мог понять. Он все время спрашивал у Серафима Саровского, батюшка, как мне понять, есть ли дух Христов во мне или нет. Вот мне тоже интересно, вот эти вот, когда Бог как бы снисходит ко мне, к моей немощи, как бы, когда начинается это умиление, это слезы. То есть, это свидетельствует о том, что дух Христов во мне, или это просто, как, не знаю, как. То есть, вот мне это интересно. Да это легко проверять. Дух творит в себе формы. Проверяй себе каждую минуту, в каком ты духе находишься. Вот смотришь ты, допустим, фильм какой-то, ну, к примеру, да, или в окно сидишь, смотришь, там люди непроизвольно что-то делают. Один то делает, другой то делает. И смотри, какие мысли у тебя в голове проносятся. Следи за своими мыслями. Вот. И ты поймешь, в каком духе находишься. Если ты не осуждаешь людей, если ты желаешь постоянной поддержки, помощи человеку, да, любишь его, несмотря там на его идет, он пьяный там, в ровно шатается, да, а ты сожалеешь ему, любишь его, вот он дух Божий. Вот в этом и проблема. То есть, эти вот мысли осуждения, какая-то гордость, тщеславие, оно же постоянно проникает в меня. То есть, эти мысли, они постоянно появляются. То есть, грех, вот там написано, что именно плоть, тело, мертвое для греха. То тело мертво для греха в 10 стихе. То есть, а мое тело, я вижу, что я иногда грешу, иногда бывает в день рассеиваюсь, иногда оставляю молитву. Вот сегодня, допустим, я долго спал. Вот честно скажу, долго спал, оставил утреннюю молитву. То есть, так вот получилось. И вот по нему бывают вот такие вот как бы явные согрешения. То есть, нельзя так сказать, что именно все, мое тело мертво для греха, оно еще живо. Я сам как бы в Господу веровал, может, еще только два года прошло или полтора. Мертво, опять же, для греха это как понимать? Это же не то, что вот то, что мы боремся со мыслями, со своими, да. А мертво для греха это когда мы побеждаем свои страсти. Вот человек, он пил вчера, сегодня он не пьет. Вчера он курил, сегодня он не курит. Вчера он блудил, сегодня он не блудит. Вот, он мертв, его плоть уже мертва для греха в этом отношении. А от мыслей мы никуда не денемся. Господь нам посылает ежедневные искушения, проверяет вас, взращивает нас, как детей своих. Мы просим Его каждый день, не веди нас во искушение. Просим Господи, ну не веди. А Господь вводит, и не раз, Он тысячи раз нас вводит в искушение для того, чтобы воспитать нас. Это нормально, это от Бога. То есть, это такие вот явные согрешения именно, в которые моя воля именно как бы… Ну конечно, когда ты знаешь и грешишь, а за такой грех, за него нет прощения, ну за который ты знаешь, ну люди иногда говорят себе, если я грешу и покаюсь, да. Вот, за такой грех нет прощения. По поводу исполнения заповедей. То есть, как человек должен их исполнять. То есть, вот мне стало интересно, я прочитал «Невидимую брань», вот и десятая глава, там вот именно о исполнении заповедей. Там говорится вкратце о том, что человек в каждый момент своей жизни, когда есть случай какой-то, например, тебя человек просит о чем-то. Ну я приведу такие простые примеры. Допустим, сидишь ты в комнате и видишь, что посуда не помыта. Ты можешь просто подойти ее помыть, то есть с пустой головой, пойти помыть посуду. А ты можешь увидеть посуду и в голове подумать. Господь сказал, почитай отца и масть твою. Господь сказал, как хочешь, чтобы с тобой поступали ближние, так и ты поступай с ними. То есть, ну как бы подумать, вот если бы я был родителем моего ребенка, я бы хотел, чтобы ребенок помыл посуду. И вот с этой целью ты начинаешь ее мыть. То есть, это правильное выполнение заповедей. Ну то есть, если так вот все время делать, я так вот все время и делаю. То есть, я вижу бедняка, например, я вспоминаю, что Иисус что сказал, кто подаст нищему, тот мне как бы подает. То есть, я так вот все время думаю, я замечаю, что в конце концов это выполнение заповедей становится каким-то механическим, механическим действием таким, как бы безжизненным что ли. Вот когда ты ходишь все время и в голове вот думаешь, я должен это сделать только потому, что Христос вот сказал так-то. То есть вот так-то. Как это и лучший способ, если это механически становится. Так и написано, что пусть твоя рука правая не знает, что левая делала там. Вот когда это в механику превращается, это наоборот, этого достигнуть надо еще. Человек часто раздумывает над своей милостыней. А когда это механика... Вообще исполнение заповедей, оно по совести происходит. Если совесть судит тебя, то коль ми пащи Бог, то делать надо, не делаешь все, не исполняешь. Если имеешь отношение с Господом, да, если любишь Господа, то заповеди его соблюдаешь. А что для нас ничего в этой жизни ценнее нету, кроме исполнения заповедей Божьей? Чего для нас еще в этой жизни? Только ради Господа. Ну да, вот мне, кстати, вот еще стало интересно. Вот я в последнее время смотрю вот многих людей, ну вот в интернете. То есть многие в последнее время видят всякие откровения, какие-то открытия, благосмы, они предсказывают, ну разные предсказания есть, и как бы многие, получается, им верят. И вот я познакомился недавно с человеком, он у нас в Беларуси живет, он тоже отказался от паспорта и ушел с нашей церкви. И вот тоже, может быть, если это видео может выйти в интернет, если вы записываете, я не знаю, может быть, чтобы кто-то увидел. То есть я бы хотел тоже предупредить людей, чтобы, может быть, они не спешили с выводами какими-то, а чтобы они как бы более, как бы, хладнокровно относились к ситуации. Потому что вот этот вот человек, он как бы ушел из церкви нашей, ну РПЦ, и как бы ушел не то, что к непоминающим священникам, что я оценю, может быть, еще не так страшно, да, может быть, даже это и нормально, не знаю. Вот, честно, не знаю, как поступать нужно сейчас. Но он ушел, может, знаете, епископ Сергий такой есть. Он где-то в России свою общину обосновал, и там вот, там, вроде, даже монахи какие-то есть. И, то есть, этот человек, непонятно, какое у него рукоположение, от кого он рукополагался. И вот, то есть они у него причащаются, с ним служат, и считают, что они вот как бы на верном пути. И вот, как вот к этому относиться, к этим всем откровениям, роликам? Ну, допустим, я знаю вот человека, вот я, ну, не буду ничего дотаить или лукавить, вот он тоже с вами встречался, Александр вроде зовут. Тоже отказался он от паспорта российского вроде. Ну, у него есть канал на Ютубе. Александр Калинин есть такой, вот. То есть я не говорю, что он плохой человек. На самом деле, мало его видео смотрел, потому что вот я когда вижу, что человек, я сам как бы уверен, у меня есть мое видео, мое свидетельство, как я поверил на моем Ютуб-канале. Вот. Но как бы я, когда я вижу такие вот, когда человек видит явные откровения, когда ему показывают ад, рай, вот эти вот все вещи, как бы у меня уже появляется такая небольшая настороженность, как бы, как всем этим людям. Я уже как-то так вот отношусь к ним очень аккуратно, потому что мне кажется, что тут очень большая грань от прелести, потому что Игнатий Бринщининов сказал, что мы ни в коем случае не должны, как бы, верить своим снам и каким-то видениям. А когда человек постоянно видит сны, какие-то откровения, то это очень сильно настораживает. Вот. Как вы к этому... Это область сатаны. Это пространство наших мыслей. Вот. И над этим пространством очень хорошо властвует сатана. Он, как написано, он в этом... Властелин. Воздух. Над воздухом властелин, да. Ну, область мытарств. Да. И сатана легко, легко, легко управляет этим. Вот. Так что показать ему что-то, какие-то там вещи, вести человека в прелесть, в заблуждение. Нам Господь сказал, что... Вообще... Вообще Писание говорит, что сатана может пристать в образе ангела света. Даже естественно, естественным путем. Не говоря уже о каких-то снах. А что такое сон? Да мне... Мне сны снятся, я не знаю, уже. Да мне, в принципе, сколько... Ну, лет двадцати трех, наверное, вот такие мистические сны начали сниться. Вот я тогда еще Библию не читал. Я во сне уже тогда видел колосса на глиняных ногах. Вот. Огромный великан такой, огромный. Это... Я не пойму, что за мужик такой здоровый. И он идет. И он шел. Что я буду рассказывать? Я об этом никому не видел. Видел потом эти самые... И... Войну еще, когда они и слыхом не слыхивали. Пепел. Нахожусь, думаю, пепел. Что за пепел падает? А, снег. Я думаю, что за снег. Среди лета снег какой-то идет. Вот. А потом, наверное, хочу наступить. Смотрю, вулкан... Лава вулканная под ногами. И все. И... И потом дальше показываются там... Какие-то и... Дома вот... Ну, как после ядерного взрыва. И вот это вот с неба, с серого неба идет. А потом я уже через... Спустя много лет видел, как бы... Ну, документальный съем фильм, который снимают сейчас, да? Ну, последствия ядерные. Да, ну, все. Я, когда этому совершенно никого внимания не придаю. Видел... Видел планеты, как выстроились планеты в ряд. Вот. Это еще тоже лет, наверное, 11-12 назад. Я как будто иду. И говорю, люди, посмотрите, люди... А люди идут, как будто им дела нет никакого совершенно, да? Вот этого знамени или чуда какого-то. Потом ад видел вот эту бездну. Из бездны из этой... Мы шли... Не помню, несколько человек кто был. Из этой бездны меня... Вес ухватил заново, начал тянуть, чуть не затянул. И все настолько реально, все. Ну и что? Ну тоже, а я... И что это? И что это? Как это рассказывать людям? Утверждаться в этом, понимаешь? Ну, рассказать можно, да? Рассказать можно, как интерес. Вот такое я видел, вот такое зрелище, видение, да? Ну, чтобы утверждать, что это вот будет, и назначать какие-то сроки. Ну да, мне тоже еще по этому вопросу интересны. Тоже вот, может, людям какой-то совет дать. Хотя из меня советчик, конечно, никакой. Все это, наверное, в гордость и славе. Просто вот я заметил, когда вот начали сети вот на патриарха и епископов, ну, грубо говоря, мнения вот эти все негативные, я заметил, что люди, они как бы даже так, знаете, озлоблены начали говорить, что патриарх, так грубо, еретик, в нем бес, он там предатель, он там... И вот я понял, что, может быть, это неправильное поведение. То есть, вот, может быть, нам нужно найти правду, за них молиться, просить Господи, пожалуйста, наставь там митрополита Илариона и патриарха нашего на верный путь, пожалуйста, как бы разуми их, как бы и нас вместе с ними. А когда вот мы так же... Эти люди, они искренне исполняют свое дело, в которое верят. Они считают, они искренне, причем они не то, что там желают зла какого-то людям, они желают добра искренней. Они искренне заблуждаются. Они искренне хотят объединить все церкви, понимая, что от этого будет благо людям. И они не взирают на вот эти вот пророчества, предсказания, да. Они строят свой новый мировой порядок. Во всем мир, мир меняется. Он же во всем меняется, абсолютно в любой сфере. Оно сегодня и называется, как на долларе написано, новый мировой порядок, так. New Age называется, да. Новый мир, новая эпоха, новый порядок, как это еще можно назвать. Вот сегодня христианство, оно само по себе трансформируется вообще нереально просто. Это возьмем Южную Корею. Последние 2-3 года около 150 миллионов неохаризматов вот этих, которые именно исповедуют новую эру, New Age. Вот. Нового Христа исповедуют тысячелетние царства, ну и прочие вот эти все ереси. И они говорят, чем нас больше будет, тем лучше, тем быстрее мы создадим новое царство на земле. Ранним утром в Сеуле, Южная Корея, тысячи людей выходят из церкви, расположенной в центре города. И вереницей проходят мимо тысяч других, которые на холоде и в темноте ожидают своей очереди, чтобы зайти туда же. Дождавшись сигнала, они потоком устремляются внутрь. Некоторые, боясь опоздать, буквально бегут, чтобы прибыть вовремя. А пришли они вот зачем. Утренний молебен церкви Мён Сун, начавшийся в 6 утра, является второй из четырех утренних служб, которые ежедневно проводятся в церкви. Силу церковь черпает из Евангелия в Библии, а также традицию наследованных нами от предков. Если мы сбережем эти ценности, то мир последует за нами, а мы станем лидерами новой эпохи. Мир последует за нами, а мы станем лидерами новой эпохи. Они же не принимают вот той веры. Возьмем старых пятидесятников, баптистов, да, которые еще совсем там недавно, можно сказать, сто лет назад откололись от православия. Вот. Они же так не верили совершенно. Сегодня другая вера. Сегодня все заточено на приведении Антихриста в мир. И все. И люди искренне, и искренне, и причем те, которые будут, вот мы, допустим, кто доживем, если будем мы бороться, да, вот с этим нововведениями, они будут искренне ненавидеть, искренне убивать нас, сажать тюрьмы, и считая, что мы противники Христа. Ведь так и написано, что будут убивать вас, Игнатий, и думать, что тем самым служат Господу. Они все это делают искренне. И за них молиться нужно, а другой борьбы никак. Просто я тоже вот смотрел, как бы, ну, я смотрю вот на действия патриарха, действия вот этих вот всех священников, да, когда они вот встречали, вот недавно же я вот смотрел, была уже открытая совместная молитва. И, не знаю, сейчас, то есть, недавно было какое-то большое совещание в какой-то стране, сейчас я быстренько найду, и там вот именно была открытая молитва про славных скатоликов, именно уже совместная Евхаристия. Нет, к сожалению, не найду. Да ладно, не надо, это, я представляю, что это такое, ну. Просто вот я о том, что, как бы, я не могу поверить, что эти люди, вот патриарх, священники, что они, как бы, осознанно предают православие, то есть, вот человек, он же, когда становится священником, вот, как бы, зачем он это делает? То есть, он явно верит во Христа всей своей жизнью, то есть, какой ему смысл предавать Господа. То есть, я не могу поверить, что эти люди, они, как бы, променяли, как бы, главный смысл на эти вот все материальные какие-то вещи. Я вот недавно с женщиной со мной разговаривал, я говорю, ну, вот ты в храм будешь православный, да. Я говорю, ты понимаешь, а она ни в коем случае, ты мне только о смерти ничего не говори, о смерти не надо. Ты пойми, что наша вера, вся наша вера, она заточена только на то, чтобы унаследовать Царствие Божие и вечную жизнь со Христом. Люди-то идут в церковь совершенно для этого. Люди идут сегодня в храмы для устроения мирской, сегодня современной, этой жизни, настоящей. Если им сам вон, а священники, начнут говорить, что вы сюда пришли для того, чтобы научиться и постичь смерть, они разбегутся все, и из этих храмов там ни одного человека не останется. Люди искренне ищут у Бога устроение своей мирской жизни. Это искренне. Так же живет и патриарх, и президент наш имеет такую же точно веру. Они ищут у Бога в молитвах, они молятся к Господу, они прибегают к Господу. Но они ищут чего? Земного устроения. Какая смерть, о чем ты говоришь, о какой ты смерти можешь говорить? О смерти потом поговорим. Давайте сегодня жизнь устроим детям нашим хорошее, счастливое детство. И все, и тут все понятно. Да, просто ко мне тоже приходят люди, например, мамины знакомые сегодня приходила, хотела со мной поговорить о церкви, и мы начали с ней говорить. Я внутри понимал, что я просто не знаю даже, из чего начать, за что зацепиться, чтобы открыть эту суть христианства. С людьми трудно говорить, потому что как будто бы они не воспринимают вообще то, что ты хочешь сказать. Или относятся к этому как-то, не знаю. А представляете, мы сегодня сколько нас, я не знаю, но может быть... Несколько. ...пыщи есть на всей Земле людей, которые ищут Царствия Небесного, да? А Христос, Он был один вообще на планете. Когда вот демографически около 200 миллионов населения Земли составляло, и не было ни одного христиана, который бы стяжал, искал Царствие Божие. И когда за ним ходили апостолы, он им пытался донести, рассказать о Царстве Божьем, что такое Царствие Божие, да? Что такое вечная жизнь, вот. А на него смотрели с широко, ну я представляю, с широко раскрытыми ладами и спрашивали, а как это мы можем, что, заново влезть опять в утробу матери и вылезти обратно, да? А Господь говорит, доколе я с вами буду еще. Один христианин во всем мире, его никто вообще не понимал. У нас сегодня, если мы можем найти друг дружку, да, и пообщаться, а если бы ты один, а начнутся скоро, будут такие времена, скоро убивать будут вот за эту веру, которую мы сегодня исповедуем. Будут гонать этих людей. Ну, тоже вот такая мысль, вот у меня, может быть, негативная есть, просто вот. Вот мне, допустим, бывает, хочется, чтобы эти времена поскорее наступили, чтобы, не знаю, чтобы кончилась какая-то вот эта вот неосознанность. Вот это именно, вот сейчас вот такая ситуация, когда резина тянется, и непонятно вот, что делать, как бы. Такая вот ситуация неосознанности какой-то. Как вот к этому моему, может быть, желанию относиться? То есть я вот, допустим, недавно вот пост начинался, у меня, конечно, с желудком небольшие проблемы, но я тоже постарался целый день не есть ничего, да. Ну, вот, ну, то есть с вечера я ничего не ел, проснулся, ничего не ел, ночью, ну, то есть, ну, выдержал этот день один, хотя это, конечно, никакой не подвиг, это ерунда. Но я ночью проснулся, я так есть хотел, у меня так живот болел, что я, допустим, понял, что когда начнется гонение, когда вот, как написано, что без этой печати никто не сможет ни покупать, ни продавать, то без Божьей помощи, то есть вот я вот понял слова, как Господь сказал, кто не будет записан в книгу жизни, тот эту печать и примет. То есть без Господа невозможно будет ее не принять. Как вот оказаться вот именно с Господом, что получишь именно ту силу, вот именно вот. Дишь уже она разве от нас, она от Господа, а что нам об этом заботиться, пусть Господь заботится, он отец наш. Что там нам еще думать? Мы себе шагаем широкими шагами, траля-ля, траля-ля, Господи, очень, мы любим тебя, а он все, он нас держит за руку и ведет нас куда надо. Что же он нас голодными оставит, что ли? Ну вот, наверное, последний вопрос задам, и, наверное, уже не останется у меня никаких. То есть вот я вот смотрю на вас, у вас вот такая ситуация, очень трудная, тяжелая, очень нужны большие волевые усилия, и вот как бы у меня тоже есть болезни со спиной, с коленями, с желудком, с горлом, ну, такие хронические болезни, которые, как бы, я уже понял, что они не были, ну, скорее всего, я от них не избавлюсь, они будут у меня на протяжении всей жизни, может быть. Вот. Ну, бывают такие моменты, когда, ну, сломает полностью, что не может даже встать. Как бы, и вот я понимаю в таких ситуациях, что нужно Господа поблагодарить через силу. Я как бы благодарю его, я говорю, Господи, спасибо тебе огромное. То есть, но я понимаю, что вот эта вот моя благодарность, она как бы вот не от чистого сердца. Я вот замечаю внутри себя, что я бы хотел гораздо больше, чтобы Господь меня излечил от всего, чтобы он меня избавил до сих пор болезней. Но я как бы через силу благодарю. И вот мне хотелось узнать, вот как вы благодарите Господа, как бы вот что Господь считает из-за искреннего благодарения? Вот это благодарение через силу? Или как он перебести? Конечно, через силу. Господа обманешь, как ты его обманешь, когда у тебя боли нестерпимы? Как ты благодарить за это будешь? Это всё так мы. Ну, Господь и этому рад, Он и этому доволен. Вот главное нам не осудить его и не поругать его ни в чем. А это уже наш подвиг, когда мы переносим благодарность с такой, ну, мнимым. Ну, как можно благодарить? Благодарить можно, когда там Ауди или там БМВ новую мне Господь подогнал. О, слава тебе, Господи! А за боль ногу отрезали кому-нибудь, там, да? Да и слава тебе, Господь! И кто же в сердце своем ни один человек не... А я думаю, оно и есть именно найти в себе вот это вот благодарение. Хотя бы каким оно должно быть, я не знаю, это благодарение. Может быть, святые люди когда-то и достигали таких высот, но я не знаю. Наверное, он, это, поэсий Святогорец, умирал, когда, говорит, там кричал сильно, у него же рак прямой кишки был, и там тоже боли невыносимый. Ну, если он благодарил, зачем он тогда кричал-то? Во время благодарности люди, наоборот, улыбаются, правильно, не кричат. Так что, ничего, нормально всё. Скоро, скоро всё пройдёт. Нам только кажется, что это долго всё, всё. Да, на жизнь, по сути, настолько. Я 15 лет практически лежу. Всё быстро проходит. Очень. А уж перед вечности это вообще ничего не значит. Просто, просто однажды, когда мы окажемся там, мы с улыбкой просто посмотрим вот на это на все. Наши там потухи какие-то. Ну, тоже, знаете, бывает, вот смотрю на свою жизнь, я вот просто вот... Вот тоже вот мне вот интересно, как вот вот святые, они же приближались к Господу, видели себя ещё грешнее. И тоже вот смотришь на свою жизнь, и понимаешь, что мне бы хотя бы участие разбойников удостоится вот этого, потому что, то есть, ну, ни в какие ворота не лезет, как я живу. То есть, вот как я верю, верю в Бога, то есть, ну, кремень, что Бог есть. И как я живу, то есть, другой бы человек, если бы имел такую веру, какая, ну, у меня есть, то есть, и он бы, он бы не спал, как я. То есть, понимаете, иногда бывает даже такое, как бы, уныние доходит до того, что ты не можешь сам себя простить, что ты вот именно так относишься к Богу. И у меня бывали даже моменты, что я говорил, как бы так, Господи, накажи ты меня, ну, то есть, вот, и на кресте именно вот это им, или как-то замучили из-за Бога потом. Я сто раз тоже так говорил. Неплохо, я думаю, чё ж. В последние времена люди спасутся только тем, что сохранят веру. Вот именно ту веру, о которой мы сейчас говорим, веру не вот в этот мир, да, и вечное здоровье, а веру в Царствие Небесное. Что когда Господь сказал, что приду, найду ли веру на земле, Он говорил именно о том, что не будет той веры, а Царствие Божие, с которой, с миссией которой Он именно и пришёл на землю. Он только для этого и пришёл, сказать, что я принёс вам вечную жизнь из-за избавления от грехов. Покайтесь и примите её. А в людях не будет её, потому что сатана даст такие искушения. Ну, представляешь, не будет войн, да, а освободятся вообще все программы вооружения мира, все деньги высвободятся, людям дадут огромные шансы для жизни, для здоровья. Сейчас изобретения в медицине идут такие перспективные, всем людям дадут новое жильё, в новых каких-то домах, в новых там постройках. Ну, всё же видим, как развивается, насколько всё быстро. Все эти технологии растут, и люди просто, они просто счастливы скажут, «Вау, мир и безопасность!» Пришёл тот человек, который принёс наш мир и безопасность. Теперь-то уж никаких бандитов, никакой коррупции, никаких войн, всё, теперь-то мы заживём. И всё, и они скажут, «Он Бог наш, Он Отец наш». Всё, а я, а какая, зачем им вечная жизнь, когда для них та жизнь, когда, я опять же говорю, для молодёжи какое развлечение будет, вот виртуальный, реальный. Вот они же сейчас говорят о перспективах, ну, о тех, что как раз вот виртуальная реальность, она войдёт, ну, можно сказать, в жизнь человека. Вот. И когда люди уже назовут виртуальную реальность реальностью, а эту реальность уже она как бы никак называться не будет, потому что там, там в той реальности виртуальной они будут достигать, ну, любых своих фантазий. Вот. То есть захотел туда, захотел сюда, захотел то, любые вкусы, любые запахи, любые ощущения. И всё это, до всего этого дойдёт человек. Причём есть вот тоже, ну, как бы у меня домыслы такие, что сам сатана, он, почему он называется человек греха, сын погибели, а Господь назывался сын человеческий, а этот человек греха, да, что за грех? А именно вот этот вот грех, он и будет и в преданнике, и что он желание жен не уважит, да, и что он будет какой-то особенный, и сам антихрист. Я думаю, он и будет вот какой-то киберорганизм. То есть половина человек, наполовину машина какая-то. Ну, про антихриста я слышал, что он там будет из Калина Данова вроде бы, то есть, ну, человек. Но я не знаю, как к этому относиться, к этим вот, ну, таким пророчествам. А, кстати, вот по поводу... Калина Данова обязательно, и короновать его будут обязательно в Иерусалиме. Кстати, вот тоже две мысли такие. Вот сейчас все ждут царя в России. Как бы и у меня есть такие мысли, мне тоже бы хотелось, чтобы пришел какой-то человек именно для того, чтобы он православную веру сделал истинной. Как бы и я... У меня бывают такие мысли, а не будет ли это царь, которого все ждут, всем самым антихристом? Вот. Ну и тогда уже, наверное, будем заканчивать. И скажу, вот вы говорили о спокойных временах, которых принесет антихрист. И вот я сейчас вот замечаю, вот мы сейчас живем, ну, довольно в таких спокойных временах, и вот, если можно посмотреть на нашу жизнь, видно, что из-за этого спокойствия как бы люди начинают как бы засыпать. И вот даже вот если вот прийти в церковь, да, как-то вы знаете, нету такой вот общины. То есть мы пришли в церковь, отстояли службу, ну, кто-то, кто как может. И как бы мы все начали расходиться. То есть никто особо ни с кем не общается. То есть какая-то вот такая вот именно одиночность какая-то. Как бы нету этой вот... Вот во время гонения, просто хочу о чем сказать, почему вот мне иногда хочется, чтобы наступили эти гонения. Вот я иногда смотрел фильм, тоже там вот про католических, ну, неважно там, которых католических двух этих священников отправили в Японию, когда там были гонения на христиан. И вот там эти японцы, они настолько они были близки друг к другу, когда их гнали, они вот были, они жили, вот их правда, как одна семья такая, горой друг за друг за друга. А сейчас мы вот живем, как бы, так мы как бы, кажется, он до себя. Да они не христиане нету, в храме там ни христиан никаких. Еще 200, сколько, 300 лет назад Василия Блаженного спрашивали, Вадик говорит, сколько народу-то в храме было? Он говорит, два человека, а там 2000 человек было в храме, молилось. Еще в те времена. А сегодня откуда? Кто? Нету сегодня никого. Я со священниками говорю часто об этом. Я говорю, Батюшка, ну давай вот честно, есть ли люди, которые хотя бы интересуются, да, в православии? Ну есть, ну два, три человека. Один, два на сотню, как правило. Все готово к приходу уже. Не надо людям ничего. А если хочешь, ты говоришь, я хочу вот этих гонений, да, делаешь, делаешь, держись, где Господь поставлен, вот, и главное не смолодушествовать, Господь обязательно проверит. Я вот в этом интернете на канал свой слепил, да, я знаю, что я за него отвечу по полной программе. Просто понимаете, мне такая ситуация, я не знаю, что мне делать. Вот я ушел из монастыря, получается, мне как бы Игумен благословил поступать в семинарию, да, я как бы учу, вот у меня тут есть список вопросов, их тут очень много, тут лист огромный. Вот, я их учу, а с другой стороны, я понимаю, что я их учу, как бы просто вот, как бы я не знаю, нужна мне эта семинария, и смотря на ту ситуацию, сейчас даже близко, даже близко, вот бежать вот от этого общества сегодняшнего, я имею в виду церковного общества, в одиночестве, но причащаться, причащаться пока в церкви. а вот так, чтобы, я же тоже с людьми разговариваю, и с бывшими, и с семинаристами, и с кем угодно, человека просто перемалывают, они человека делают лжецом, худшим себя. Вот опять же, сегодня возьмем грех симонии, да, вот торговля в храмах, на этом держатся сегодня все храмы, сегодня священники не скрывают об этом, что каждый храм обязан сегодня принести 15 тысяч в казну, да, а что для этого он должен делать? Священник должен торговать, чем ты будешь торговать, это не важно, вот, а это и есть грех симонии. Я со священником, с батюшкой, с одним из Питера, говорил, 3-4 года назад он мне позвонил тоже, ну, как бы, то и залить душу, говорит, вот, ну, за что выставили, а за что выставили, за то, что отказался, требуй, за требуй, отказался деньги брать, понимаешь, крестить бесплатно, и все, такие люди не нужны. То есть, вот у нас в монастыре игумен, он тоже отказался, то есть записки, ну, когда люди там 40 уст, они же платят деньги за них. И наша батюшка Михея, он отказался, чтобы деньги не платили, но тоже не совсем, как бы, сделать за жертву. То есть, люди приходили, спрашивали, сколько стоит 40 уст, мы говорили, он ни сука не стоит за вашу жертву, если вы хотите дать жертву на храм. То есть, не знаю. Ну, тоже, для меня эти такие вещи, когда торговля идет, там, просфорой, иконами, или еще что-то, как бы, не знаю, как к этому относиться. Венчание, крещение, вот исполнение, опять же, исполнение таинств, вот крещение, да, отпевание, допустим, приносят алкоголика, который Бога в жизни и дня не знал, поют со святыми и упокоит. Понимаешь, для большего греха, я думаю, и быть не может. Со святыми, ты представляешь, что сопоставляют этого человека со святыми и упокоят. Вот. Потом, венчание идет, они, я там, не знаю, сколько, у него 10, там, 20, 30, и пребывал у нее, они, вроде как, жених и невеста, они белые одеяния, все, она невеста, да, ну, Бога, ты же не обдуришь, какая, какая ты невеста. Понимаешь, и, и венчают вот таких людей. Это ж ты, у Господа, Господь, не изменяем. Красивая ты. От женихов, наверное, отбою нет? Как это? Я просватана давно. Поскольку, что били? Шестнадцать. Когда что спела? Когда раз десяти. А у нас все просватаны. Брушкова на Золуку, а Дарья за Петра нашего. Ну, не теперь еще, а я уже скоро замуж пойду. За кого? За Иремею. Ага, он как? Так ты его любишь? Чудной вы какой. Кто же меня спрашивал? Так родители решили. А против родительской воли нельзя? С самокруткой? Нет. Вот у вас там, баде, жена есть? Нет. Сын только. Павлик. А жена, что ж, померла? Я почему? Просто разошлись. Как это? Ну, она не захотела со мной жить, ушла к другому человеку. И что же? Ничего. И земля ее носит. И в глаза ее не плюют. Вестор, она меня больше не любит. Так должна любить, коли жена, кого бы Бог не послал. Антихристово плене. Разводы, это же пошло. Вот в современном Петрограде, да Москве, еще там, сто лет назад. А, такого и слова, и мыслях не было. Разводы какие-то. Люди действительно венчались, и они действительно девственниками приставали перед священниками. А сегодня что происходит? Зачем Господа обманывать и попадать под этот грех, становиться священником? В ответе Златоук сказал, что большая часть священников погибает. Или ты хочешь туда в то болото лезть? Я приехал, понимаете, слева завал церкви, справа завал, и кажется, что делать? Кажется, просто получается идти работать, просто считать Евангелие, жить христианской жизнью. Но кажется, как-то, ну, то есть, вот такая вот, как бы, ну, такая вот, не знаю, как-то сказать, неосознанность, непонимание, что делать. течь по течению получается. и по силе стараться у Господа уводить. Господу довериться, и всё, Господь, Он открывает все пути. У меня вопросов вообще не возникает. Я просыпаюсь, и мне Господь чётко указывает, чего сегодня, чем заниматься. Ну, людей показывает, и всё. Я даже себе таких вопросов не ставлю. Я сказал ей, Господи, я слуга Твой, я преклоняюсь и готов делать всё, что Ты мне укажешь. Всё, Он знает, что я верно Ему служу, и Он доверяет мне. А чё там голову ломать ещё? Сегодня, опять же, я уже не помню, кто из отцов говорил, или не из отцов, а из святых, что в последние времена священники потеряют дар проповеди. А Господь будет выдвигать как раз измирян, людей, простых, простых людей, простых верь, которые будут научать. Да, тоже. Куда не глянешь, вот сегодня эти программы, союзы, вот эти все. Да я не знаю, не смотрю, какие они есть. Раньше смотрел, они же, а Господи, не говорят ничего. А Господи, звонят, какие-то вопросы, задают, какой-то крестик, и что с крестиком делать, выбрасывать, там, икону, сжигать, не сжигать, там, креститься, жениться, развенчаться, что-то, вопрос, какие люди, спаси, не ищут, совершенно. А начинаешь вот этот священник как раз недавно, тоже он, я не знаю, год-два, наверное, назад говорил начертание. А, да. Его же тоже выкинули за штат, пинком под зад. Священник такой, прям он молодец, я не помню, как его зовут, на союзе он выступал. Вот сейчас начнешь правду говорить, никто тебе не даст ее говорить, ты можешь говорить ее только тогда, когда ты свободен. Ну все, тогда, Сергей, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваши иконы, которые вы пишете, это просто, на самом деле, потрясающе, когда я вот увидел вообще вашу историю, я просто, не знаю, я просто был в таком состоянии, как бы смотрел на себя, на вас, конечно, сравнивал. Ну, слава Богу за все, надеюсь, что вы будете примером всем нам, ну и что, все мы все-таки будем с Богом, что Господь нам поможет, не оставит нас в наших немощах, и главное, что не даст нам сбиться именно с пути, и вот мы будем Богу все время, что, Господи, пожалуйста, не дай мне впасть верить в раскол, в зловерие, в суеверие, потому что это я чувствую одно из таких вот самых важных вещей, вот, и хочу тоже всем людям пожелать, чтобы люди все, они как бы не торопились с выводами все-таки, и были немножко более хладнокровны, и как бы даже к врагам, которые, может быть, в церкви какие-то решения принимают неправильно, все-таки относились более с любовью, как бы не нужно их называть иеретиками, или там, не знаю, там, бесами какими-то, что в них бес есть, как бы говорите, да, что они делают неправильно, люди делают неправильно, как бы нужно, как бы говорить людям, что в церкви происходят неправильные вещи, но не нужно, как бы, озлобляться очень сильно на людей, а лучше за них молиться и проповедовать, как бы истину нашей веры. Истину так, дорогой, в этом и держаться, в любви и все. У нас одно оружие, любовь. Все, с Богом. Спасибо, Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok